Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Ни каких ограничений и перебоев с поставками продуктов нет. Дмитрий Азаров проверил, не останутся ли самарцы без товара в первой необходимости. Глава региона побывал в супермаркетах города. Ажиотаж был в последние несколько дней, но сейчас ситуация нормализовалась, хотя покупатели по-прежнему. Активно сметают с пола крупы, товары личной гигиены, и сотрудники не всегда успевают быстро выставлять новый товар. Так есть ли или нет дефицит, узнали наши корреспонденты. Гречки и туалетной бумаги хватит, уверяют торговые операторы. Хотя, конечно, такой покупательский бум им и выгоден. Это логично, и они регулярно пополняют товар на полках. Под Самарой находятся огромные склады со всем необходимым. На самом деле, никакого дефицита нет. Запасы постоянно пополняются. У нас пополнение происходит в магазинах каждый день. Несколько раз к нам приезжают разные поставщики, и в том числе приезжают товары с нашего распределительного центра, который находится под Самарой. И общего запаса у нас сейчас поколейная группа, она самая интересная для наших покупателей, в самом большом запросе у нас больше, чем на 8 недель. На 8 недель есть абсолютно необычное. Иначе, как нездоровый, возникший покупательский ажиотаж не назовешь. С полок сметают крупы, туалетную бумагу, средства гигиены. Да, некоторое время полки пустуют, потому что логистические службы не могут действовать со скоростью света. Но вскоре товар опять выкладывают. Почему-то во время таких покупательских бумов особый интерес вызывает гречка, хотя в повседневной жизни вряд ли многие едят ее каждый день. Она есть, никуда не делась. В этом лично убедился губернатор Дмитрий Азаров, который посетил несколько торговых центров, чтобы проверить наличие так любимых самарцами товаров. Спросил у директора магазина, как дела с наличием. Сколько она отсутствовала? Или она не отсутствовала? Она вечение нее уже несколько раз пополнялась. То есть она нескольких? Сейчас вечерняя смена уже вышла, вечерняя смена пополнялась. И давайте скажем, сколько у нас запасов гречки здесь, в этом магазине. Вот у вас на сколько? Ну вот в расчет. На сегодня точно хватит, завтра его поставят. То есть у вас завтра уже новый столб. У нас, да, у нас каждый день поставим. То есть вы никаких проблем с перебою к поставке гречки не ожидаю? Не ожидаю. Хорошо, спасибо. То есть я возьму, пожалуйста, и куплю. Хорошо, договорились. Конечно, стоит ли дома устраивать бокалейный склад и делать большую дополнительную выручку торговым сетям или нет, каждый будет решать сам. Но стоит проявить здравый смысл. Александр Семенов, Максим Остриков, СТВ. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом вводятся дополнительные меры профилактики. Торговые объекты с массовым пребыванием людей стали оснащать точками дезинфекции рук. Поверхности которых постоянно касаются покупателей и работники магазинов регулярно. Протирают о здоровье, персонала проверяют каждое утро и в течение дня. Все подробности далее. В настоящее время в Самарской области превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ситуация полностью находится под контролем властей. Для предотвращения инфицирования новым коронавирусом в местах массового пребывания людей ввели меры профилактики, в том числе в торговых сетях. Каждые три часа проводится проветривание помещений и влажная уборка поверхностей с дезинфицирующими средствами. Персоналу торговых объектов рекомендовано работать в масках. Все это контролируется органами власти. Со стороны Роспотребнадзора и наше министерство также принимает в этом участие. Мы контролируем остатки дезинфицирующих средств в торговых объектах. Смотрим действительно выполнение и соблюдение ими периодичности проведения уборок, протирки влажных уборок, проветривания помещений. На контроле управления Роспотребнадзора находится 3870 объектов. Каждому объекту выдается рекомендация. Рекомендация. Должны применяться дезинфицирующие средства, обрабатываться ручки тележек, поверхности, оргтехника, кассы. В торговых залах установлены диспенсеры с антисептиком. Протереть руки здесь могут как посетители, так и персонал. Кассирам, помимо прочего, выдали антибактериальные салфетки. Также ведется контроль за физическим состоянием работников. В случае, если будет выявлено вирусное заболевание, проводятся профилактические меры с коллегами заболевшего и месту, где он находился. В Самарской области организована работа горячей линии, на которую могут обращаться граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Специалисты ответят на вопросы, примут данные о месте и датах пребывания за границей, запишут контактную информацию обратившегося. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, АСТВ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал, как аэропорт Курумыч проверяет пассажиров международных рейсов на симптомы коронавируса. Например, прибывших из ОАЭ обследовали с помощью переносных тепловизоров на борту и стационарных в зоне прилета. Всего таких аппаратов 9. В здравпункте есть пульсоксиметр, дефибрилляторы и аппараты ИВЛ. При подозрениях на ОРВИ пассажиров и сотрудников отправляют в медучреждение. Губернатор Дмитрий Азаров поручил усилить контроль, а также проверять пассажиров внутрироссийских рейсов. Дмитрий Азаров также осмотрел терминал медпункта и санитарно-контрольный пункт на международных рейсах. Пообщался с сотрудниками аэровокзала и медперсоналом убедился, что в зоне прибытия и отправки международных рейсов установлены тепловизоры. Стоит отметить, что сейчас в Самарском аэропорту Курумыч проводится двукратная термометрия. Специалисты провели 1800 исследований у тех, кто приехал в регион из-за границы. Надежно. Это самое главное. Все мероприятия в соответствии с рекомендациями Федерального оперативного штаба и Роспотребнадзора в аэропорту Курумыч выполнили. И еще раз сейчас получил оценку сотрудников Роспотребнадзора, что есть и полное взаимопонимание важности момента необходимости принятия мер. И несмотря на дополнительные расходы, которые несет аэропорт, все мероприятия выполняются. Работают квалифицированные специалисты, полностью оборудованы и укомплектованы соответствующим оборудованием специалисты. И есть синхронизация, четкое взаимодействие работы аэропортовских служб, службы Роспотребнадзора и системы здравоохранения региона. На железнодорожном вокзале Самары также проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия. Для выявления простуды есть все специальные средства. У каждого работника также измеряется температура. Всем раздали защитные медицинские маски, одноразовые перчатки и антисептические средства. Вокзальный комплекс регулярно обрабатывают спецсредствами. Сейчас там особый режим. Если кто-то из пассажиров почувствует себя плохо, или они заметят, что у человека жар, кашель и чихание, предложат ему пройти в медпункт. Прежде всего, проводится клиника диагностический осмотр пациента. Собирается тщательный эпидемиологический анамнез. В случае контактирования с больными вирусными заболеваниями. При подозрении на инфекционные заболевания больной госпитализируется в инфекционный стационар. Об этом докладывается руководство в оперативный отдел Куйбышской дирекции здравоохранения руководства вокзала, зам главного врача по поликлинике. Переболевших коронавирусом самарцев могут выписать 28 марта. В этот день у них возьмут повторные анализы. Если они будут в норме, людей отправят домой. Напомним, по официальным данным, в регионе 5 заболевших. Это один житель Самары, недавно вернувшийся из Португалии. И 4 жители из Тольятти. Один из них посетил Испанию и заразил остальных. Между тем, заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе становится все серьезнее. Эпидемпорог превышен на 12%. На данный момент заболело почти 14 тысяч человек. Из них в областной столице более 5 тысяч. Также стоит отметить, что среди школьников эпидемиологический порог превышен и вовсе на 35%. Доля вирусов гриппозной теологии составляет 69%, негриппозной – 31%. Это официальные данные Роспотребнадзора. Самарцам рассказали, как самоизолироваться на две недели. По словам специалистов, самоизоляция организуется самим человеком. По месту проживания ему выдается документы для получения больничного листа. На дому следует вести обычный образ жизни. Единственное ограничение – нельзя покидать жилое помещение. Медицинское наблюдение может быть организовано разными способами. Но однозначно врач каждый день должен удостовериться о самочувствии пациента. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет дезинфекция вагонов общественного транспорта. Это одна из профилактических мер, которые введены в городе в целях предупреждения распространения вирусных инфекций. Слово, обработка вагонов дезинфицирующими средствами проводится дважды в сутки. Перед выходом – в смену. Она ведется внутри трамвая, включая поручни, окна, подоконники, ручки сидений и пол салона. Средства для обработки закуплены в достаточном количестве. Отвечают требованиям безопасности и распределены на все шесть городских депо. Чистый общественный транспорт прекращен всегда. И мы всегда на это обращаем внимание. Но в данной ситуации, конечно, он должен не просто мыться, он должен действительно проходить процедуру дезинфекции. Я сегодня сама приехала убедиться, что у нас хватает запасов дезинфицирующих средств. То, что у нас это тщательно делается. Безусловно, это важно, потому что люди, заходя в общественный транспорт, соприкасаются с ручками, с поручнями и садятся. И хочется, чтобы они чувствовали себя максимально безопасно. Я, конечно, пользуюсь случаем, хотела бы прежде всего обратиться к нашим жителям. Все-таки более ответственно относиться к своему здоровью, к здоровью своих и близких. К тем людям, которые работают, либо живут рядом, и соблюдать элементарные меры предостережения, и соблюдать те рекомендации, которые нам даются. Потолок рушится, на стенах разводы, грибок комнаты регулярно затапливает. С такой проблемой уже не первый год борются жители одной из квартир в доме номер 163 по улице Новосадовой. Люди уже не знают, куда им обращаться. Никто не помогает. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Живут, как на пороховой бочке. Это квартира номер 20 по Новосадовой 163. Тут можно проводить целые экскурсии по коммунальным бедам. К примеру, здесь частично обрушен потолок, рассказывают люди. Он держится только за счет шкафа. Потолок рухнул, держится за счет натяжного потолка. Там страшно, что я сама это не осилию, сделать ремонт. В мою пенсию 11 тысяч. Стена рухнула, она у меня зеленая. Тут проживают дети. Мы все дышим плесенью. У меня сахарный диабет, инсулинозависимый, и плюс еще мерцательный, помимо других, мерцательный аритмий. Жить невозможно. А в этой комнате плесень, подтеки и полная антисанитария. Дышать нечем, рассказывают местные жители. Люди обращались уже во все возможные инстанции. Везде слушают, понимают и сочувствуют. Но никто им еще не помог. Документы, сколько мы писали, сколько мы составляли актов на каждую протечку. Фотографировали эти протечки. У нас шло, знаете, как до Шарков. Под таким напором. Люди приходили, снимали работники этого ЖКХ. Они приходили, снимали. Это для них было страшно. Был страшный потоп. И снизу люди приходили, говорили, что случилось. Я говорю, пожалуйста, давайте вместе. Все у нас здесь плавало. Страшно. Конечно, люстру сняла, потому что натяжной потолок оттягиваем и сливаем вот так, таким образом воду. Вот этот напор воды. И плюс к всему здесь же и холодильник, и все. Очень страшно жить. Между тем, делать ремонт в очередной раз за свой счет никто не хочет. По кошельку уж очень сильно бьет. Да и бесполезно это до первых дождей или таяния снега. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре высадят миллион новых цветов. В теплицах города выращивают рассаду. Ее высадят на улицах областной столицы в этом году. Площадь цветников составит 35 тысяч квадратных метров. Это около миллиона цветов. Всего на улице города высадят бегонии, петунии, помеи и еще порядка 40 сортов растений. Первыми жители города порадуют тюльпаны. Следом будут высажены горшечные растения, выращенные в теплицах. Планируется, что к 9 мая высадят уже порядка 5000 квадратных метров цветов. Ну мы как бы в этом году приобрели сорта новые. Это петунии, третуния, это гибрид, который будет использоваться как в вертикальном озеленении, так и в клумбах. Разные цвета, это от белого до красного, бургунди, черри. Ну, очень такие цвета, насыщенные и крупные сама будет она петуния. В Самарской области похолодает до минус 13 градусов, вернется снег и сильный ветер. Конец марта в регионе будет очень нестабильным. Такой прогноз делают синоптики. Итак, 20 и 21 марта синоптики ожидают прохождения атмосферных фронтов и выпадения осадков. Это может быть дождь, снег с дождем, мокрый снег. Ночные морозы будут проходить до 29 марта. Тогда еще столбик термометра местами по области опустится до минус 3-12 градусов, но днем уже потеплеет до плюс 7 градусов. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...